Кое-кто только что очень сильно опозорился. Всем привет, друзья! И чтобы сделать ролик новогодним, надо добавить немного музыки и снежинок. Как видите, это не совсем обычная карта, это лабиринт. Если вам эта карта показалась знакомой, то ничего страшного, я её проходил на стриме где-то в середине лета. Я хочу перепройти эту карту теперь на запись, но я абсолютно всё забыл. Я помню только одно, что у меня очень сильно бомбило от этой карты, и я не мог её пройти. В итоге самому создателю карты пришлось мне помогать. Лабиринт здесь просто огромадный, и надеюсь, в этот раз я уже смогу выбраться без чьей-либо помощи. Вы уже можете угадывать в комментариях, сколько дней на побег у меня уйдёт. Я ставлю, наверное, на дня 4, может быть, даже меньше. А может и больше, потому что мне всё-таки каким-то богом придётся соблюдать режим дня. Есть ли на этой карте снайпера, я уже, конечно, не помню, но если у меня будет больше 90% подозреваемости, меня убьют, да. Но если даже снайперов здесь нету, пропускать утреннюю или вечернюю перекличку мне точно не надо. Если я всё-таки не отмечусь на перекличке, тогда у меня будет всего лишь где-то 90 секунд на побег, да. Иначе меня схватят и посадят в карцер. Я сказал, что мне потребуется на побег 4 дня, скорее всего, я имел 14, потому что для побега мне потребуется ещё технический ключик. Дружиться с зэками я уже начал, но здесь очень маленькое пространство и очень много офицеров ходит прям рядом с друг другом. Если вы долго смотрите меня, то вы знаете, чем это чревато. Да, офицеры будут просто заступаться друг за друга и таким образом мы ничего не сможем сделать. Я сразу не заметил этот тайник заключённого и если мне сейчас выпадет технический ключик, я понимаю, этого не произойдёт, то это будет, конечно, капец какой прям подарок прям под Новый год. Похоже, в этом году я себя вёл не очень хорошо и лом, в принципе, лом можно использовать как оружие, почему бы и нет. На этой карте оказывается много секретиков и смотрите, что я нашёл. Это хранилище металла и дерево. Если мы будем дарить металл, то, к сожалению, репутация повышаться не будет, а если мы будем дарить дерево, то репутация будет повышаться на одну яничку. Так как у меня очень мало столиков, всего лишь 4, мне придётся как-то выкручиваться с помощью дерева. Оказывается, дерево приносит не одно уважение, а целых три, так что с помощью моего халявного дерева я до конца второго дня думаю со всеми уже подружусь и смогу уже сделать слепок технического ключа. Даже ещё раньше я успел со всеми передружиться и только утренняя перекличка второго дня, а у меня банда уже готова. Остаётся только сгонять за тальком, за зубной пастой, скрафтить за маску и найти четвёртого офицера. Как оказалось, это совсем не сложно и смотрите, что мы делаем, у меня уже есть слепок технического ключа. Да, технического, не красного, а слепок уже готов и кое-кто только что очень сильно опозорился. Получается, мне нужен только второй офицер и, ну что ж, давайте сделаем это. Ну только дождёмся, пока вот эти вот люди уйдут и пробуем. Мясорубка и, что бы вы могли подумать, моя банда не справляется. У него остаётся буквально, ну не так уж много хп, но сам я его добивать не буду. Окей, думаю сейчас у меня всё получится. Это точно второй офицер, это точно технический ключик. Слепок готов, остаётся только залить туда жидкий пластик и всё, технический ключик готов. Уже прямо сейчас можно совершить попытку побега, но если я заблужусь, это будет мать его фейл. Стрелочка указывает прямо наверх и, надеюсь, это не обманка. Доверимся в создателю и будем следовать его указаниям. Почему-то мои ребята решили со мной не идти и зря, ребят, очень зря. Может быть они уже заранее знают, что я заблужусь и решают, не испытывая судьбу. Я уже отошёл довольно-таки далеко и у нас уже обед. Если я пропускаю обед, то у меня будет примерно 70 подозреваемостей. И я вот зашёл в вот такое вот очень странное место, это как будто какая-то змейка. И я серьёзно, ребят, не помню, куда мне надо идти. У меня, конечно же, есть подсказка, но использовать я её буду только в самый крайний момент. А пока я просто змейкой буду куда-то продвигаться и понятия не имею куда. На данный момент я имею всего лишь 33% подозреваемости и, мне кажется, выход где-то вот здесь вот. Или же я хожу просто кругами, здесь не совсем понятно и тупик. Придётся вернуться назад и я капец как не хочу возвращаться по этой змейке. Мы дошли уже до левого края и, возможно, я иду в правильном направлении. Смотрите, что тут есть. Тут какая-то небольшая комната, здесь есть тайник заключённого и технический ключик. Скорее всего, мне надо именно сюда, надеюсь, это никакая не обманка, там нет никаких мин и... Да ладно! Не совсем помню, сколько у меня дней ушло на побег. Здесь почему-то не показывается, но вроде бы ровно два дня. Прошло уже больше полугода, но я как будто на подсознательном уровне помнил, куда мне надо идти. Я до сих пор не в большом шоке. В прошлый раз я очень сильно бомбил над этой картой и я не верю, что прямо сейчас я её так быстро прошёл. У меня были небольшие проблемы с поиском зажигалки, но вы-то этого не видели, я это всё вырезаю. Даже если не брать в счёт этот небольшой фейл с ключом, то побег почти что идеальный. Вы тоже можете скачать эту карту и попробовать пройти лабиринт самим. Хоть вы и видели только что, как я сбегал, думаю, каждый поворот вы просто не могли запомнить. Если есть такое желание, то карту вы можете, как всегда, скачать в нашей группе ВКонтакте. Ну и в конце ролика я хочу вам пожелать побольше побегов в следующем году. Удачи вам и до новых встреч на моём канале, как и в этом году, так и в следующем. Субтитры подогнал «Симон»!